Продолжаем наш вечер. Юлия Нингуова, агроном-центр садоводства уже у нас здесь. И в эту среду, прекрасную первую среду осени, мы готовы рассказать вам о том, надо ли высаживать помидоры или уже все бросить, потому что лето, как мы видим, прошло. Мы вам обещали, что 1 июня лето закончится. Оно у нас было в марте, апреле и мае, когда дождей не было, была жара и привольно. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер. Прошло лето, да? С наступившим летом. А, в эпохи месяц. Конечно. 1 июня замечательно все будет. Мы всегда высаживаем после троицы. Троица 12, если я не ошибаюсь. Я не знаю. Вы высадили, Алексей. Да, да. Вторую неделю я только этим в выходные занимался. Что? Высаживал, подсаживал всякие помидоры, перцы. Подсаживали почему? А у меня оставались, мне их выкидывать тоже. Просто в первую неделю я сильно устал. Я думаю, что в этом огороде помирать буду, я на следующей неделе досажу. Вот поэтому только. Понятно. Но я еще не высадила. Да, конечно, у вас царская теплица. Чего вам высаживать? Почему? У меня большое количество томатов. Нет. У вас просто очень, на самом деле, хорошая теплица. Я редко где видел такие хорошие теплицы. Но теплица, да. Ухоженная, качественная, оборудованная. Спасибо, Алексей. Не, ну правда. И в ней можно стоять в полный рост. В открытый грунт я также высаживаю томаты постоянно. Да. Там полоста штук. Поэтому в ближайшие дни... Терехлитровая банка персиковых помидоров еще, я надеюсь, стоит под столом в нашей студии для программы дачников. Не знаю, не знаю, Алексей. Мне-то ее не дали. Кто там работает, наверное, уже умяли. Так как погода, да, первая декада, там, по прогнозам, будет холодновато. Да и вторая не теплее. Я думаю, будет теплее, но... А куда деваться? Тогда погибнут все томаты. Что мы будем делать? Мы должны их будем высадить. А я их вот и закаляю. Высадить, закалять это обязательно в первую очередь. Уже давно можно было и нужно было закалять их. Необходимо обрабатывать стимуляторами, иммунорегуляторами, чтобы крепкие люди. Изобион, да. Но не в дождь. Ну, конечно, нет, не в дождь. Выбираем время не в дождь. Юля, пока я не забыл, с памяти у меня плохо. Изобионом, когда опрыскаешь, я заметил, остаются на листьях вот такие как бы пятна, вот как от сладкого чего-то. Вот такие как бы липкие пятна. Они не липкие, но видно вот эти пятна, расплывшиеся от жидкости этого изобиона на листов. Сами вы видели, да, смоленистая такая как бы жидкость. Да, он смоленистый, его очень трудно разводить в воде. В маленькой, небольшой, в теплой желательно водичке, тогда он хорошо разбавляется. Сначала всегда любой препарат. И там даже он закристаллизовался в некоторых. Небольшое количество воды. Любой препарат, будь то это стимулятор роста, либо фунгицид, либо питательные вещества, либо инсектицид, мы сначала разбавляем его в маленьком количестве. На любой упаковке так и написано. Сначала берем 1 литр воды, разбавляем, растворяем, а потом уже выливаем в емкость, в ту, в которую нужно, например, либо 5 литров, либо 10, в зависимости от какого вредителя, либо для чего. Какой препарат, всегда внимательно читаем инструкцию. Ну вот я сколько раз уже обрабатывала изобиона, как-то не обращала внимания на лист. Нет, я хожу, всегда отсматриваю. Я тоже всегда смотрю, чтобы зеленый. Меня радует, что они ярко зеленого цвета становятся. Насыщенные. Ну вот вылетел у меня вопрос, Юлета. Ну если у меня вылетел вопрос, я вам задам из нашего WhatsApp. Вот уже нам начали поступать. А? Номер телефона. Повторите. 224118. Читайте бегущую строку. Все люди грамотные. Почему нам повторять надо? Вот вопрос. Добрый вечер. Томаты в открытом грунте высадили. Но какую ночную температуру они выдержат, интересуется, Елена? Елена, почему вы этим не поинтересовались до того, как высадили томаты? Ну, во-первых, Елена, укрывной вам в помощь. Укрывной материал. А выдержат, конечно, 4 градуса. Могут выдержать, но... Минус? Нет. Плюс. Минус томаты это... Все. Ну, конечно, повянут листья. Это опять мы... Уже попадали люди под это. Уже мы проходили это. Этой весной. Которые высадили рано в теплицу. Да? И были заморозки. У нас до минус 7. А, да, были в этом году. Поэтому у многих 50% томатов погибли. И вот мы решали проблему также здесь. Как помочь, как восстановить. Так как... Температура, да, да, температура, да, температура, да, до 4 градусов. Нет, ну не до 4, ну смотрите, просто фаза развития у растения требует определенной температуры. Тем более томаты, перцы, баклажаны, это у нас культуры теплолюбивые, да, стропиков можно выразиться. Но у нас же эти гибриды-то... Гибриды есть, если вы высаживали, да. И великие генетики эти наши работают. Селекционеры, да. Да, селекционеры работают. Селекционеры работают, конечно, над выведением именно что... И морозоустойчивых помидоров. К перепадам температур, которые устойчивые. 8 градусов, которые также вот ожидаются, ночные температуры, там 8 градусов, 6. Сейчас посмотрим, сейчас уточним. Смотрите, при 10 градусах температура у нас не усваивается фосфор вообще. А фосфор, это, как мы уже знаем, это главный элемент питания. Растения просто останавливаются в росте. Питание, корневая система не может добыть. Поэтому мы должны им помогать подкармливать в теплое время суток, это днем, но не на активном солнце, подкармливать через лист. Комплексными удобрениями. Но активного солнца у нас до воскресенья не будет, а завтра ночью всего лишь 5 в Абакане. Ну вот, 5 градусов, конечно... Это стресс, да, лучше закрыть. И за сутки необходимо их подготовить. Если вы монокалийфосфат еще не использовали, так же можно опрыскать. Опрыскать, монокалийфосфат, эпин с цирконом, так же можно использовать, опрыскать. Можно добавить все. Только найти окно между зарядившими дождями. Да. Да, у нас есть звонок, послушаем. Да, конечно. Мы еще вернемся к помидорам, не переживайте. Добрый вечер. Добрый. Не дождались. И возвращаемся к помидорам 22, 41, 18. Оптимальная температура для нормального развития это свыше 15 градусов. 15, то это маловато. Для томата, для перца, для баклажана. Чтобы получить хороший урожай, нам нужна температура намного больше. Да нам хоть какой-нибудь. Ну как хоть какой-то. Нужно стремиться к большему и к лучшему. Поэтому... Юлия, а вот скажите, мы показали уже нашим зрителям программу, когда мы с тобой подкармливали лук. Вот я разбрасывал, как сиятель азот, это я разбрасывал. Аммиачную селитру. Да. Вот мы ее зарыхлили. Прошло уже 2 недели, да, считай. Даже больше, наверное. Теперь тот же лук, который прет и прет, чем подкормить можно? Можно подкормить... Еще можно подкармливать азотными удобрениями. Так как мы подкармливали минеральными. Я записываю. Вот смотрите, Алексей, подкармливали. Мы селитры подкармливали. Да, мячные селитры. Сейчас мы можем использовать коровяк, либо настой куриного помета. Это вообще поливать, да? Да, но подкормка такая же. Также вы разводите, настаиваете. Во-первых, любую органику настаивают не менее 5-7 дней. Ну вот ваши брикеты... Почему ваши брикеты? Куриные брикеты, которые продаются во многих магазинах. Неправильно я просто выразился. Там я читал инструкцию, я уже подкармливал уже. Вы же меня читали неделю назад. Они настаиваются 2-2,5 часа. У меня дольше настаивали. Там же уже, видите, если люди, которые держат кур, да, вот им необходимо вот этот... Не готовые, а именно когда собирают помет, его настаивать необходимо 5-7 дней. Да, там недельку лучше выдержать, чтобы все перегорело. И потом берем, если это коровяк, то берем литровую баночку. Господи, какие мы специалисты в чужом навозе. Литровую баночку. Топ-шоу. Навоз. Литровую баночку. С идеальным каналом рекомендую название. Литровую баночку на 10 литров воды. Куриный, он у нас концентрированный. Да. Поэтому мы берем пол-литра на 10 литров воды. И также проливаем пол-литра. Стоп, там вот этот маленький брикет написано развести в 20 литрах воды. Но это у вас совсем уже готовые, а не все. А я говорю людям, которые не приобретают... А, которые натурпродукт. Да. Они едят куруску. С листами, там, с паразитами. Ну, что ж. Увы. Давай послушаем. Конечно. А то опять нужно на нас обидеться. Добрый вечер вам. Здравствуйте. А говорите. У нас сегодня как-то после 8 часов вечера как-то в телефон молчат. Да? Алина. Вырубите тогда этот звонок. Мы лучше не будем занимать время. А другой человек в это время перезвонит 22-41-18. То есть сейчас период у растений, когда им надо дать покушать, чтобы они набирали зеленую массу. Да. Это коровяк? Это коровяк, либо мячная селитра, либо карбамид, либо птичий помет. Биогумус. Ну, органический. Карбамид, что ли? Мочевина, Алексей. Это у вас, это можно приобретить в магазинах, да? Можно, да? Карбамидом я не поливал. Мочевина. Потому что у меня нет навоза уже. Так, Алексей, смотрите, чтобы тоже не было перебора, потому что когда много азота, это тоже очень плохо для растений. Они начинают активно растить. Ну, вот и как вас поняли? Ну, вы, я смотрю, там уже записали очень много для себя, и это вы все, я знаю, как делаете. Все вместе и поливаете. Ну, чтобы в два раза не заходить. Нет, Алексей, нужно выбираем либо карбамид, либо настой вот этот коровяк, либо птичий брикет. Их так разбирают, их так разбирают, просто не знаю. Поэтому, вот, вы выбираете что-то одно. Ну, желательно органику тоже. Карбамид, да? Органика это у нас вот как раз... Птичий помет. Да. Добрый вечер, попробуем выйти с вами на связь, если вы захотите выйти с нами на связь. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно Юлию задать вопрос? Да, да. Юлечка, вот у меня такое-то, лук поедает червец. Что делать? С луковицей или пирога поедает? И пирожа лука, и луковицу. Так, ну, нужно было изначально вот, либо проливать там микорадом, проливают дегтем, столовая ложка на ведро воды, используют препараты на основе диазинона, а это землин, терадокс, провотокс, такие вот препараты, химические. Инсектициды. Да, от почвы обитающих вредителей. Что делать? Потому что большое количество еще в пире можно найти маленького червяка. Да, жучка такой беленького. Не жучка, беленький червячок. Да, червячок. Да, это реченька скрытных оботника, которая... От этого и желтеет пирог. Да, он начинает желтеет, он как бы и закручивать начинает пирог. У меня у соседей в деревне закручивается пирог. И не знают, что делать. Это последствия либо от личинки, вот скрытных оботника, от повреждения луковой мухи, либо недостаток азота, почему может закручивать сразу же, отвечу, либо переизбыток азота. То, что касается, что сейчас делать, но также сейчас мы можем применить уже химические препараты этого. Потому что лечить надо. Ну, нужно, да, искоренять уже сразу же. Это землин, терадокс, провотокс. Вот такие препараты. Мухоед еще, кстати, есть. Землин, мухоед, па... Провотокс. Провотокс и... Терадокс. Терадокс. Запомните четыре эти названия, но выберите только одно из них. Да, это препараты химические. Через 30 дней только действующее вещество разлагается. Безвредные соединения для вас. То есть весь июнь лук не кушать с грядки. А ну, как бы вообще, лук с грядки кушать не надо. Его нужно собрать только в августе месяце. Ну, Юля, это, как говорится, вот вас, агрономов, не понять. А мы в деревне, мы его щиплем на окрочку и на салаты. У вас же батун должен везде, но... Ну, он бывает очень жесткий уже к этому времени. В общем, наш спор прекратим звонком. Хорошо, хорошо. Все равно будем рвать лук. Добрый вечер. Юля Романовна, здравствуйте. Здравствуйте. Что нужно сделать, чтобы лук не был горьким? Спасибо большое. Посыпать его сахаром. Это юмор у меня такой сегодня. Конечно, горечь зависит от сорта. Очень сильно от сорта. Это самый вот горький, такой жгучий лук. Прям вырви глаз, который невозможно есть, не плача. Это у нас штутгартен ризен. Я в нем сегодня замариновал мясо перед эфиром. Очень хорошо. Потому что именно в нем, когда маринуешь мясо, получается... Да, у него очень большое количество сухих веществ. Он хорошо использовать его на приготовление вторых блюд, зажарка, супы. А так, основная масса сортов, они слабо острые. Есть и сладкие, салатные луки. То есть, это надо... Это в зависимости от сорта. Какой посадите, такой вырастите. И это, конечно, зависит от количества солнечных лучей. Вот. Но это не от нас уже. Это от Бога. А, ну-ка, да, это, конечно. Но у нас очень солнечная республика. Сегодня она это показала во всей красе. Ну, дожди нужны тоже, Алексей. Безусловно, по ночам. По ночам. По ночам. Чтобы на лавках коты не орали. Под котами я имею людей с низкой социальной ответственностью. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Юля, скажите, пожалуйста, я использую табасок или табак, табачную пыль для лука. Это эффективно, от любителей? Это эффективно? Смотрите, табагор, табазол, горчичный жмых, да, они эти эффективны, они отпугивают. Это вот нужно применять их только при посадке, когда мы добавляем, например, горчичный жмых в бороздке, когда высаживаем. Потому что горчица имеет свойство, запах такой, отпугивает насекомых-вредителей. Но не борется с ними. Табачная пыль, да, тоже можно посыпать, но она, как правило... До первого дождя сегодня она уже у вас не работает. Есть табачное мыло, дегтярное мыло, они уже более, подольше действуют, да, это просто раз в неделю мы опрыскиваем, либо проливаем почву. Но не едим. Там 30 миллилитров на 1 литр воды, это биопрепараты, вы можете кушать, ну... Ну, запах-то дегтя, зачем мне во рту? Запах дегтя не будет, Алексей. Вы не сразу же, как бы, любые биологические препараты можно, если мы обработали нашу растительность, то через 3 дня мы можем собирать. Поэтому уже дегтя там не будет, запаха такового, Алексей. А нету звонков у нас, да? Чтобы не ошибиться. Да, 22, 41, 18, Юлия, а я в этом году решил лук не просто сушить, зеленый именно, перо от того же бутуна. Я нашел кучу всяких рецептов. Вот заготавливаешь этот лук, ну, там есть тонкости в сушке и все прочее. Мало того, что его можно измельчить в пыль буквально, и им подкрашивать тесто. Согласна с вами. А добавлять в супы и прочие штуки, которые готовишь, говорят, это изумительно. Ну, конечно. Можно также поступать и со шпинатом. Ну, у меня нет шпината. Надо вырастить, Алексей. Он быстро растет. Я в этом году выращиваю тот сорт салата, который вы мне выбрали на витрине вашего магазина. Ну, вот уже месяц я его посадил. 1 мая, сегодня 1 июня я сегодня забежал, глянул на свой огород там, в деревне. И на всей грядке 3 жалких пучочка пока только проклюнули. Ну, Алексей, не знаю. Где остальные, не знаю. Все-таки, может, у вас твердая рука. То, что я сею, Алексей, вы сами знаете. Ну, вы-то для себя. Вот не знаю. И стоит, как это у Некрасова было, только нежата полоска дна, грустную думу наводит она, нежатая полоса стихотворения. Так вот у меня только чернеет могилка грядка дна, грустная дума о могиле, наводит она в моем огороде. Даже сорняки там не растут. Алексей, я говорю, смотря как вы посадили, заглубили. Безусловно, все, там на расстоянии до 70 сантиметров там написано. Я думаю, так это что ж, я весь огород займу им. Я вот, правда, не помню, какой это был салат. Я сфотографирую этикетку, вам пришлю, я сохраняю. 22-41-18, расслабились, дорогие наши телезрители. Давайте начинать звонить. У нас 14 минут до конца эфира. Вам, Алексей, я посоветую не ждать. Взять шпинат. Шпинат посеять на то место. А вдруг этот тут же взойдет. Ну, ничего, проведите потом. И покушаете. А еще я на этой неделе в выходные, ну, то есть в прошедшие вот эти выходные, в воскресенье, суббота, досадил морковь там, где мне показалось, что она не взошла. Она, не поздновато ли я это сделал? Да почему? Нет, Алексей, у вас еще время предостаточно. Мы начинаем убирать когда? Ну, уже в сентябре, наверное, ближе к октябрю. То есть она успеет вырасти. Ну, ладно, я еще вот за это переживал, потому что на той грядке я морковь-то хэй-хэй, а прицепить землю и забыл. И полил. Вот, возможно, Алексей, так же поступили вы с салатом. Салат я заглублял в эти вот траншеи выкопанные. Ну, возможно, глубина заделки была большой. Не. 22-41-18. Перейдем от моего огорода к вашим огородам. Есть ли у вас проблемы на ваших огородах? А если нет проблем, то поделитесь своими советами, как вы достигли таких успехов на своих огородах, что у вас там нет проблем. И у кого нет проблем, это что такое? Как это вообще? Так, Алексей, можно я сейчас пока вспомнила? Проблема сейчас есть и у всех. У всех, кто имеет сад. Отсутствие воробьев? Яблони, груши. Не знаю, у меня мама вчера пожаловалась, что капусту воробьи. Воробьи сплевали. Да. Но проблема у нас какая? Большое, огромное количество. Кстати, капустону, черескит. Огромное количество личинок, гусениц. А вот было мало воробьев? Яблоной, нет, яблоной моли. Горностаевой моли по-другому. А, ну мы же на фермерском хозяйстве были, завтра выйдет эта передача. Они тоже же страдают от этой моли. Да, послезавтра выйдет. Да, вот большое количество, поэтому нужно было сразу обрабатывать. После того, как ваши деревья, ваш сад отцвел, даже если пусть он не цветет, молодой сад. Посмотрите, у соседа, если отцвело уже все, необходимо обрабатывать химическими препаратами. Желательно от спектра, большого, широкого спектра вредителей. Это может быть фуфанон, сэмпай, аллатар. И желательно, так как у нас все люди прям любители аллатара, постоянно аллатар-аллатар. Это нежелательно, так как у нас у вредителей вырабатывается иммунитет. Стояла очень жаркая погода. Это спровоцировало рост, огромный рост насекомых-вредителей. Как бы у них уменьшается фаза развития. Если вы в куколке, он должен от 7 до 14 дней быть, то у нас тратится всего неделя. И получается, что поколение может быть не одно за все лето, а два и три. Так же полетела боярышница. Боярышница, это у нас бабочка белая, но не путайте ее с капустной, вот этой бабочкой белой. У боярышницы прожилки черные. Поэтому, если вы еще не успели обработать свой сад, обрабатывайте, чтобы было без дождя. Слушай, у нас вонок уже давно человек. Давай ответим, а потом продолжим. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как правило, когда вы растите редьку, либо маргелландскую, либо любую черную, то там видно, что ее уже поели земляные червячки. Вот как придет вратить, чтобы не было этого недостатка у редьки? Поели сам корнеплод, я поняла тогда. Сам корнеплод. Ну, конечно, это севооборот мы не используем, не выращиваем там на одном и том же месте редьку, регист. Поэтому севооборот первое на первое. А если нет возможности устроить севооборот? А если есть, Алексей, ну как? Ну как нет возможности? Ну хорошо. Возможности поменять местами просто культуры ни одного семейства. То, что касается, что применять, так как редька у нас, смотря сколько имеет вегетационный период, если больше 20-30 дней, то можно использовать землин. Ну, химический препарат, припасад. Землин. Землин, да. Редьку мы сейчас будем высевать только после Иван-Купала. После 7 июля. Сейчас мы не высеваем, иначе она вся пойдет в цвет. Так как культура короткого дня. Можно использовать от червяка, от плода в корнеплодах, это землин. Можно использовать биологические препараты. Это пролив микорадом во влажную, пасмурную, желательно погоду. Как сегодня. Это биологический препарат. Также можно использовать горчичный жмых, табачное мыло, дегтярное мыло. Это можно проливать. Чтобы в землю уходило. И отпугивало. Да, да, да. Понятно. 22.41.18. 9 минут у нас остается. Время вашего заявления. Да, я еще раз повторяю, что сейчас необходимо успевать обрабатывать. Потому что я сегодня хотела вам, Алексей, принести этот пакет, который кишит вот этими гусеницами. За что мне такое счастье? Просто чтобы показать. И людям в эфире показать. Но оставила на работе. Вот и пусть он поедает там ваши деревья на работе. Они наши. Они у нас в пакете. Садим наш газон. Придет Юлия Нингоова со своими змеями. Или как они там называются. А распустит их тут. И у нас деревья погибли. Вот я понял, в чем причина гибели газона. Так, как вот ее распознать. Она желтенькая. И по краям тела у нее черные пятнышки. Она небольшая. А пушистые вот эти гусеницы? Такие как мохнатые. Зелененькие, как пушистые. Если не большого размера. Красно-коричневые. Черно-коричневые. Ну, как зеленые. Если я правильно понимаю, вот как я. Вот зеленоватые. Это вот у нас как раз боярышница. А вот эти как бабочка-пожарница. Это как там такая. Ну, с чем сравнить? Ладно. Звано укладно. Давай послушаем. Забыл, как называется. Это бабочка-пожарница. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Вы в эфире. Мы вас с ручейшем говорим. Здравствуйте. 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 Вы не телевизор слушаете. Вы говорите нам в трубку. Мы вас слышим уже минуту. Да. Я хочу задать такой вопрос. В общем, вы протянули время. Только время. Уважаемые телезрители, у нас всего 6 минут. Вы когда до нас дозванивайтесь, просто говорите в трубку. Телевизор же идет с задержкой. Это же телевизор, а это телефон-визор и фон-разные вещи. Я просто тяну время, потому что слышу у нас еще один звонок. Да, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. 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 А у тебя еще такой вопрос. Юля, может, как-то на ней такие лоски бывают, как язвочки. На моркови? Что делать? На чем? На морковке. А язвочки черные, либо на самом плоде? Да, на самом плоде. Это заболевание грибковое. Виновник грипп-альтернария. Альтернариоз. Заболевание. Это, как правило, у нас поражается корнеплод. О, господи. В почве. Чего только нет. Поэтому, вот сколько уже я повторяю, макбор. Постоянно мы должны подкармливать, ну, конечно, без фанатизма. Макбор для всех корнеплодов. Они потом хранятся... Но только когда уже есть корешок, да? Ну, можно и когда корешок. Только вот начинает появляться раз в две, в три недели. Там всего два или три раза достаточно подкормить макбором. Ну, и, конечно же, фосфорно-калийные удобрения. Органику не терпит морковь. А морковь нельзя навозом поливать. Да, не любит она, как бы, эту органику. Потому что начинает уродливые корнеплоды потом появляться. Что еще? Перед закладкой на хранение, это, конечно, мы обрабатываем сам. Ну, мы каждое очень раскатываем. Да, само помещение. Потому что, как правильно, вот этот альтернариоз, он проявляется при хранении. Что еще? Есть препарат, так можно сказать, сохранитель биологический. Там циолит, ты на него... Сохранин, да? Сохранитель. Да, вот опудриваете сохранителем все корнеплоды, картофель. Об этом давай мы очень поговорим. Сейчас главное вам знать макбор. Вот возьмите его пока на вооружение. Макбора мы слушаем следующий звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Юля, у меня вопрос такой. Я приехала на дачу, высадила капусту, хорошая капуста подросла. А приехала на дачу, а общаться только одни цичиночки, листиков нет. Воробьи. Как хотите сохранить? Воробьи. Так, вот здесь... Возможно, воробьи, возможно. А может быть, мошка съелая. Ну, два варианта. Так, смотрите, у нас еще существует беда и проблема. Это крестоцветная обложка, которая не гнушается ничем. Это баклажаны идут в ход, томаты. Хрена листья. Хрена листья, там хреновая бабадуха, совсем другой вредитель. Так, картофель, даже томат, просто получается сетка. Нету паренхимы, одни скелетные... А тут одни корешки, не скелеты. А тут одни, да, тогда, возможно, это либо, как вы сказали, Алексей, воробьи. И, возможно, ну, гуси... Как называется-то? Капусту есть гусеница. Гусеница, да? Нет. Бабочка. Белянка. Ну, да, вот. Капустница. Смотрите, народный рецепт вам. Берете пластиковую бутылку. Если у вас нет пластиковых бутылок, не погнушайтесь. Вот, ну, у нас на каждом ТБО стоят, вот, где Ольга Родькина собирает пластик. Я брал там бутылки и не стеснялся. То есть обрезаете их и накрываете свои капустные посадки этими бутылочками. Тогда воробьи их не трогают и бабочки не едят. Ну, да, воробьи не тронут. Но если, Алексей, стояла бы сейчас такая же погода, как вот до этого, 35 градусов, то это, представляете, парниковое, это не дышит. А открыта у меня пробка, не поверишь, или две недели, и мы две недели назад с мамой высадили эту капусту. Стоят. Ну, пробка открыта. Пробка открыта, да. Ну, самое важное. И ничего, стаят. Некоторые не стоят, на которых не хватило, а на тех, которые хотят. Надо было сходить. Пиво, конечно, купить за бутылок исключительно. Дёхоть может помочь. Также дегтярное мыло, поливание рядом, опудривание и ещё что делают. Смачивают дёхотем, опилки раскладывают рядом. Всё, слушаем звонок, добрый вечер. Здравствуйте. Одна минута у вас. Здравствуйте. Я просто, знаете, хочу совет дать. У меня дача была на самопале, и воробьи клевали капусту. Я, знаете, что делала? Я секатором секла ильму, и вот так вот загораживала этим, как шалашиком. Прекрасно сохранялась у меня капуста. Если кто-то это самое, можете попробовать. Да, тоже вариант неплохой. Я бы не догадался. Кто-то развешивает на колышке ильм. Ильм, а это что такое ильм? Ну, это типа вязы, которые вот... Я так думала, может, ива? Надо было спросить, ива или ильм. Ну, делайте из крутиков, господи, шалашек. Кто-то яичную шкарлупу делает на колышке. Но вообще, вот я говорю, дёготь отпугивает. У нас осталась одна минута, да, Алина? Минута 20. Чем мы их займём? Чем мы их займём? Нужно, я говорю, предупредить ещё раз, что погодные условия у нас будут не летние. Увы. Особенно в ночные... Ну, мы к этому привыкли. Да, ночные температуры. Ну, да, если вспомнить прошлый год, то... Не позапрошлый. Нужно подкармливать... Эпином. Подкармливать через лист. Эпином. Комплексное удобрение в виде, например, фертики, водорастворимое. Ааа. Или вся таблица Менделеева. Потому что то, что вы будете вносить в корневую, это не будет усваиваться. Они будут синенькие стоять. Только листья, да? Только через лист. Хотя бы вот так раз в две недели, раз в 10 дней подкармливаем фертика. Также предупредить, если самая холодная ночь, мы должны за сутки опрыскать эпин или циркон или НВ-101. Прекрасный тоже препарат против стресса. Да, остальное вы узнаете через неделю. Спасибо, Юлия, что пришли к нам в студию. Вот вам подарок от нашего спонсора Татьяны Александровны Туртатчиковой. И маленников знаменитых наших. Кушайте на здоровье и приходите к нам в гости. С удовольствием. А вы смотрите на завтра. Ирина Ягодкина будет.